МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа Вовская коммуналка. Я Антон Анисимов. И сегодня расскажу о домах, которые буквально с головой окунулись в омут коммунальных проблем. Один дом уже 26 лет ждет капитального ремонта и держится только на инициативе жильцов. Другой, напротив, капитальный ремонт получил. Но после него ситуация в доме изменилась и далеко не в лучшую сторону. О двух одинаковых домах, живущих в разных коммунальных мирах, наш сюжет. Дома-близнецы на улице Новокомсомольской стоят друг напротив друга уже 26 лет. Первый, как и положено по старшинству, получил капитальный ремонт фасада. Другой же все еще ждет ремонта и пока выглядит значительно хуже своего старшего брата. С момента проживания ремонта в подъезде не производилась. Так каково все сломано, все обрушено, все везде течет. Подвалы у нас тоже все пахнут. Коммунальным недугом здесь поражено все. Подвал и подъезды здесь уже давно на ладан дышат. Подходишь к дому, и первое, на что сразу падает взгляд, разрушенное крыльцо. А ведь оно ремонтировалось сравнительно недавно. И, как признаются жильцы, качество этого ремонта еще тогда оставляло желать лучшего. Итог – ремонт и след простыл. А тут вследствие этого и травмы не заставили себя ждать. Я сама лично сломала руку вот на этом крыльце. Я упала, я просто была в оледенении. И там вот этот налет, вот железки, они все, асфальт весь ушел. И я упала, я сломала руку. И вообще страдает не только я, но и многие жильцы здесь, бабушки выходят с палочками, падают. Внутри подъезда даже в солнечный день зловещий полумрак. Проводка настолько старая, что современные лампочки просто не выдерживают скачков напряжения. Штукатурка давно осыпалась, оголив еще пока целые провода и распределительные коробки. Жильцы несколько лет назад сами сделали косметический ремонт подъезда. Скинулись, закупили материал и сами шпаклевали, красили и белили. Вот только постоянная сырость из подвала не позволила ремонту продержаться и трех лет. Дому 26 лет, никакого ремонта не делалось. Скидывались жильцы только за свой счет делали, и то это уже было давно. Ни по краске, ни по белке вообще ничего нет. С подвала пахнет очень сильно. Там сырость вот эта вот, собаки, кошки зимой летом живут. По словам местных жителей, изначально дом должен был иметь 9 этажей. Тут есть все блага цивилизации. И мусоропровод, и лифтовая шахта. Но в процессе постройки выяснилось, что грунт не выдержит. Стройка остановилась, оставив дома на уровне 5 этажей. Соответственно, мусоропровод заварили, а лифтовую шахту превратили в техническое помещение. Ящики у нас, как видите, не висят. И ужасно в состоянии. Все ящики ужасно в состоянии. Детская площадка – это отдельная тема для жильцов дома. Она здесь как между двух огней. С одной стороны – осыпающийся фасад дома, с другой – проезжая часть. Родители гуляют здесь с детьми только подвое, потому что одному за всеми опасностями не уследить. Папа за дорогой смотрит, а за камнями, летящими с фасада – мама. Вот падают вот такие вот камни с крыши, просто вот с крыши, не только с кондиционеров, а просто падают кирпичи. Но то, что площадка находится совсем близко к окнам, и рядом также проезжая часть, где ездят машины постоянно. Детям даже нельзя выбежать на дорогу, постоянно нужно смотреть за детьми. Как выяснила Волгская коммуналка, несмотря на ужасающее состояние дома, в ближайшее время капитальный ремонт не планируется. Приблизительная дата прихода сюда ремонтной бригады – это 2023-2024 год. Но, как заявляет директор местного ЖЭУ, есть возможность очередь передвинуть. Для этого жителям нужно самим проявить активность, собрать необходимые документы и написать заявку в фонд капитального ремонта. Жители обращаются в фонд капитального ремонта, берут весь пакет документов, также собирают собрание собственных жилых помещений, выбирают уполномоченное лицо от дома, заполняют весь пакет документов и отправляют в фонд капитального ремонта на рассмотрение. Если, значит, там решают, что на самом деле нужно этот вид работы сделать побыстрее, так как планировалось ранее, они идут на уступки жителям. А вот старший брат дома номер три, напротив, получил ремонт. Фасад дома номер один утеплили термопанелями, крышу перекрыли, установили новые сливные трубы. И, казалось бы, жильцы должны быть счастливы, но обновление вышло для жильцов крайне неприятными последствиями. Людей между этими плитками и стеной основной протекает, прям попадает в окна, и вода льется в дом. Для Веры Ивановны каждый дождливый прогноз погоды как предвестник коммунальной беды. Все потому, что ремонт на уровне пятого подъезда оказался самым некачественным. Крыши и карнизы под окнами не выдержали напора стихии и сдались. И вот уже год Вера Ивановна и ее соседи мирятся и с грибком на стенах, и с водой, струящейся по окнам. Видно, там оставили отверстие, которое там было между этими, и стала вода литься. Видите, по стеклу прямо тут потеки, тут дождей не было. Там вообще все белое. И стал протекать у меня вот, посмотрите-ка, в потолок встал-ка. А у соседки в подъезде у нее течет и по двери, вся электропроводка там у нее вся в воде. И 75-й квартир течет прямо у нее в прихожке. Там прямо у нее вообще, она уже каждый год вызывает, приходит, там заляпает немножечко. И опять по новой у нее тоже самое начинается. Жители оставляют заявки, приезжает бригада, ремонтируют. Однако, по словам жильцов, долго такой ремонт не держится. Коммунальщики лечат симптомы, но болезнь продолжает прогрессировать. Грибком уже поражены стены и крыша пятого подъезда. Вода уже дошла до счетчиков четвертого этажа. Кто подает заявки, кто говорит, мы звоним. И они приезжали, один раз приезжали и вот эти вот недостатки сделали. Как выяснила волжская коммуналка, причиной протечки кровли стало нарушение норм и правил проведения ремонтных работ. Дыры от крепления подъемной техники и установка старого карниза на крыше повлекло за собой неизбежные протечки. Местная управляющая компания вместе с Советом Дома и Общественным Советом Микрорайона активно пытаются решить эту проблему в поводу передачи дела в суд. Конкретно на тот вид ремонта, который они производили, ремонт фасада, гарантия пять лет. А то, что вот они кровли нарушили, это вот нам нужно доказать. У нас как бы доказательства все есть. Теперь вот как решить вопрос. Это вот все планируется в дальнейшем. Сегодня что покажет суд, что покажет, все это будем решать. Но в любом случае мы эту кровлю сделаем, чтобы люди не страдали. Жители дома номер три по улице Новокомсомольской с завистью смотрят на ремонт дома напротив. Соседи по двору им с грустью отвечают, что завидовать нечему и нужно держаться вместе. Составлять заявки и вместе работать над благоустройством своих домов. А Вовская коммуналка продолжит следить за ситуацией. С фондом капитального ремонта мы связались, направлены были письма, мы их приглашали. Уже встречались мы первый раз в феврале. Договорились, что как только кровля вся откроется, чтобы определить конкретно объем ремонтных работ, мы встретимся. На сегодня это все увидимся через неделю. Живите в гармонии со своим коммунальным миром и держитесь, люди.